Заметки Электрика Заметки Электрика Напомню, что помимо 63 А, в наличии имеются экземпляры на 40 А и 50 А. Реле компактное и занимает всего 2 модуля, как собственно и все рассмотренные ранее реле. Это хорошая новость, так как габариты прошлой серии D1 были чуть больше. Реле арбуз имеет, на мой взгляд, самый симпатичный внешний вид. Достаточно приятный на ощупь, гладкий и глянцевый пластик из поликарбоната. Также интересное решение по исполнению дисплея. То есть сейчас дисплея как бы не видно, но он будет подсвечиваться через вот этот, ну вот в этом месте. Ну согласитесь, выглядит реле достаточно стильно и современно. У реле имеется возможность регулировки уставок срабатывания и его выдержки времени. И опять-таки повторюсь, что считаю это преимуществом, так как имеется возможность под свои нужды и потребности выставить все необходимые уставки. В том числе в зависимости от состояния конкретной электрической сети. А вот у того же Шнайдера или рассмотренного ранее реле ТОМЗ китайского, какая-либо регулировка полностью отсутствует. Правда вот, защитить выставленные уставки здесь у вас никак не получится. Нет никакой закрывающейся крышки под пломбу, как это сделано у того же SR-271. И нет никакого ограничения доступа на программном уровне, что в принципе можно было организовать, осуществить. Температура эксплуатации реле находится в пределах от минус 5 до плюс 45 градусов, что несколько ограничивает его применение, например, в тех же уличных, ну даже подъездных щитах в принципе. У нас в некоторых подъездах бывает температура меньше 5 градусов, это точно. У большинства современных реле температура эксплуатации находится в более отрицательном диапазоне, вплоть до минус 25 градусов. И очень бы хотелось, чтобы данное реле тоже обладало такой возможностью, такой способностью. Коммутационная стойкость реле составляет 10 тысяч коммутаций, что примерно одинаково у всех современных устройств реле на рынке. Несколько слов про подключение. Хотя здесь в принципе нет ничего необычного. Подключается оно так же, как и другие реле, как УЗМ, как Шнайдер тот же. Разница лишь в расположении стороны питания. У данного реле питание подается стандартно сверху. Вот у нас фаза, вот у нас 0. А нагрузка подключается, соответственно, снизу. Фаза и 0. И еще как-то я упустил в прошлых своих видео один немаловажный момент. Суть в том, что на реле достаточно завести 0 на входную клемму, вот сюда. Чтобы контролировать напряжение сети. Не обязательно осуществлять транзит 0 через само реле. Не обязательно, чтобы ток нулевого проводника протекал через реле. Сечение подключаемых проводников к клеммам реле составляет 16 квадратных миллиметров. Сами клеммы никак не защищены от случайного прикосновения. Как это сделано у Шнайдера. Все время всех сравнивая вот с таким исполнением клеммных зажимов. Еще один очень интересный момент. В упаковке к реле, помимо инструкции по эксплуатации, был вложен гарантийный талон. Где обозначена модель реле. Стоит дата выпуска реле 20.01.20. И штамп испытания номер 10 от испытателя Фуриной ТВ. Вот как видите, здесь совпадает дата выпуска реле. Вот здесь 20 и вот здесь у нас 20. Тут указаны некоторые технические характеристики. И также здесь указан серийный номер данного реле. То есть D260-03-200. И вот он, наш же серийный номер 003-200. То есть последние 6 цифр. То есть такого раньше я никаких производителей не встречал. То есть подход достаточно серьезный. Подключил реле. И как видите, на дисплее сразу же отображается текущий уровень напряжения в сети. В данном случае 222 вольта. Видите, подсветка выполнена достаточно интересно. Я бы даже сказал стильно. Она не слепит глаза. Ну сколько уже можно делать вот эти вот ядовито-красные дисплеи. Что-то хочется новенького. Вот вам пожалуйста. Сейчас у нас напряжение находится в норме. А точнее в пределах заданных уставов. То контакт реле замкнут. А значит на нагрузке у нас есть напряжение. В это время на лицевой панели реле постоянно горит зеленый индикатор. Диапазон измерения и работоспособности данного реле находится в пределах от 100 до 420 вольт. Давайте проверим точность отображения уровня напряжения. Здесь у нас 222 вольта. На поверенном устройстве RITOM 21 220 вольт и 0,3. И на поверенном мультиметре 220 вольт. Практически ровно 220. В принципе подобная погрешность имеется практически у всех реле. Но здесь я хотел бы выделить один очень интересный момент. Которого я не встречал пока еще не у одного производителя реле. Это калибровка или коррекция показаний величины напряжения. Теперь показания на дисплее можно точно откалибровать с поверенным прибором. Что нам надо для этого сделать? Заходим в меню. Нажимаем меню. Второй раз. Тут у нас появляется надпись. Ну, Core. Режим коррекция. Кстати, если вам непонятно то или иное обозначение в том же меню. То можно кратковременно нажать кнопку информация. И обозначение будет расшифровано. Ну, вот смотрите. Core. Нажимаем. И идет надпись. Core Reaction. А теперь с помощью кнопок плюс-минус. Мы регулируем. То есть, калибруем показания нашего вольтметра. Уровень напряжения показывал на 2 вольта больше, чем в действительности. Соответственно, я сделал 2. Вообще, можно регулировать в пределах до плюс-минус до 20 вольт. То есть, очень удобно. Теперь здесь у нас 220 вольт. Здесь я ничего не трогал. Как было 220, так и есть. Заодно, давайте покажу, как можно отрегулировать яркость дисплея. Кстати, такой функции у ранее рассмотренных реле я тоже не встречал. Ну, вроде бы мелочь, а приятно. Заходим в меню. До пункта Брай. И этими же кнопками регулируем яркость от 0 до 100. Кратно 10 вот добавляется. Я не знаю, кому это нужно будет вдруг. Потому что на вот яркость у нас по умолчанию стоит 100. И как видите, подсветка вполне приемлема. Если сделать меньше, даже 50, то ее уже становится практически не видно. Также тут есть один нюанс. Если сделать подсветку вообще 20, ну не хочу я там, чтобы мне что-то светилось. То в случае аварии дисплей засветится в полную яркость. И вот у нас 220 вольт. Видите, ничего не видно. То есть, это режим ожидания, так сказать. И имитируем... Давайте превышение напряжения. Оп. И видите, сразу у нас здесь появляется яркость на 100. Уставки по повышению напряжения можно регулировать в пределах от 220 вольт до 280 вольт. Давайте установим уставку по верхнему пределу 260. Для настройки нужно кратковременно нажать плюс. И далее плюсиком выставить необходимое значение. Выставляем 260. Через 5 секунд изменения вступят в силу. Либо можно нажать меню. У данного реле нет возможности настройки выдержки времени срабатывания по верхнему порогу. Но зато есть возможность выбора модели отключения при выходе напряжения за пределы уставок. Имеется на выбор обычная модель отключения реле и профессиональная. Выбор между этими двумя моделями осуществляется через меню реле. Меню под названием PRO. Профессиональная модель не отключает защищаемое оборудование при безопасных по величине и длительности отклонениях напряжения. За основу взята кривая ITIC. Хоть у нас и выставлена сейчас уставка 260 вольт, в любом случае при напряжении до 264 вольт реле будет отключаться за время 0,5 секунд. А свыше 264 вольт за время 0,04 секунды. То есть 0,04 секунды. Кстати быстрее реле я еще пока не встречал. Это самое быстродейственное реле на данный момент на рынке. Какую же модель выбрать? Тут выбор остается исключительно только за вами. Лично я предпочитаю профессиональную модель. Так будет меньше ложных срабатываний при кратковременных каких-то скачках напряжения в сети. Возможности измерить времени срабатывания у меня нет. Я уже об этом говорил. Но по результатам измерений моих коллег оно вполне соответствует заявленному. Вот оставляем Pro Professional Model включенный он. Ну теперь давайте просто повысим напряжение. Реле сработало. Нагрузку у нас отключило. Ну вот. При 258 вольтах реле уже обратно включает потребителя. И вот мы подошли к выдержке времени при восстановлении питания. То есть функции АПВ. Данная функция у нас регулируется в пределах от 3 до 600 секунд. То есть никаких проблем при наличии в вашей сети компрессорного оборудования не будет. Чего нельзя было сказать о реле напряжения от Schneider. У которого выдержка АПВ составляет всего 30 секунд. Для регулировки выдержки АПВ заходим в режим Tone. И настраиваем. Чтобы долго не ждать оставим 3 секунды. Но здесь есть тоже один нюанс. Который я тоже ранее не встречал в других реле. Можно задать тип задержки включения нагрузки. В меню это пункт ODT. Вот он. Расшифрован. Это Switching on Delay Type. Есть два типа. Есть задержка TAR. И есть задержка TAU. Разница между ними какая? В задержке TAR отчет времени идет с момента восстановления напряжения. А задержка TAU. Отчет времени идет с момента отключения реле. Выставим выдержку TAU. Вот допустим у нас было нормальное напряжение. И вдруг произошло увеличение напряжения. Вот сейчас идет как раз таки отчет времени уставки АПВ. То есть я сейчас переделал. Сделал там 12 секунд. Вот. И сейчас по истечении 12 секунд. Вот уже прошло. Я начну снижать напряжение. И вы увидите, что при достижении 258 вольт реле мгновенно включит нагрузку. Оп. Если у нас в таком режиме происходит резкий скачок. И потом мы обратно уходим. Вот у нас идет отчет времени. 3, 4, 3, 2, 1, пуск. Все, реле включилось. То есть как только реле у нас отключается, идет выдержка времени. Если в эту выдержку времени напряжение нормализуется, то оно еще отрабатывает часть выдержки времени при нормализации напряжения. А что у нас в другом режиме? Тар. Это у нас классический режим. Было напряжение в норме. Вот я сделал 260, там 270. Потом ворачиваю в норму. И вот пошел отчет 10, 9, 8, 7, 6 и так далее. То есть здесь отчет времени идет только при нормализации уровня напряжения. Уставки по понижению напряжения можно регулировать в пределах от 120 до 210 вольт. Давайте установим нижний предел 180. Настройка идет аналогично, только вместо плюса нажимаем минус. Если напряжение в сети у нас станет ниже 180 вольт, то реле сработает и отключит нагрузку. Давайте посмотрим. Оп. Сейчас пошла выдержка времени на отключение. Здесь она регулируемая, сейчас я расскажу о ней. То есть вот как только заморгало, это значит пошел отчет времени. Время срабатывания будет зависеть от того, какая модель отключения у вас сейчас установлена. Если у вас активирован обычный режим, то при напряжении в пределах от 120 до 210 вольт, реле отключится за время от 0,1 до 10 секунд. Это время называется длительностью провала напряжения и его можно отдельно настроить через меню реле. Я сейчас это покажу. А если напряжение будет ниже 120 вольт, то оно отключится за время 0,04 секунды, то есть 0,04 секунды. Это время фиксированное и регулированию не подлежит. Если же у вас активирован про-режим, то при напряжении в пределах от 170 вольт до 210 вольт, реле отключится за время 10 секунд. То есть это у нас уже получается фиксированное время. От 154 до 176 вольт за время от 0,1 до 10 секунд. И это время у нас как раз таки можно отдельно настроить через меню. А если напряжение будет ниже 154 вольт, то реле отключится за время 0,04 секунды по фиксированному времени. А теперь давайте настроим длительность провала напряжения. Порядка 5 секунд. Это у нас меню LUT. То есть это Low Voltage Time. Давайте 5 секунд выставим. Готово. Вот пошел отчет времени. Раз, два, три, четыре, пять. Оп. Реле сработало. Возвращаем напряжение. Пошло у нас АПВ. Включилось реле. Так, а теперь давайте попробуем резко до 120 с мгновенным отключением реле. Оп. Все. Вот 100 даже у нас получилось. Это у нас обычный режим. Теперь у нас режим ПРО. Поехали. Сначала 180 вольт. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну вот, 10 секунд. Это фиксировано. Теперь то же самое сделаем. Только до напряжения попадем в предел от 154 до 176. Раз, два, три, четыре, пять. Тут у нас 5 секунд стоит. Все верно. Теперь восстановим и делаем мгновенное меньше 154. Оп. Все. Ну а теперь переходим к нашему излюбленному испытанию напряжением 440 вольт. Я откалибровал реле на номинале 220 вольт, но при увеличении напряжения погрешность все-таки есть. То есть сейчас у меня на ритоме 440, а здесь 443. Оставляем реле на время не менее 30 минут и наблюдаем за ним. Время пошло. Прошло у нас более получаса, а именно 2200 секунд. Максимальная температура нагрева у нас составляет 32 градуса. Здесь немножко сбоку есть 28 нагрев. Ну и дисплей 27. Температура у нас не критическая. Так, с другой стороны то же самое. Максимальная температура 30 градусов. Давайте после испытаний посмотрим журнал аварийных событий. Который, кстати, хранит в себе в своей памяти до 100 аварийных срабатываний. В том числе и срабатывания по термозащите. Но о ней я расскажу чуть позже. Итак, нажимаем кнопку информация. И с помощью кнопок плюс-минус листаем наши события. Вот 265 вольт это первое событие. 152 вольта второе событие. 445 вольт, которые я проверял. Третье событие. И так далее. Насколько я помню, то такую функцию имело лишь одно реле. Это SR271 от Евроавтоматики. Только вот у него была дополнительная информация по времени. То есть отображалось время в часах, прошедшее с момента последнего включения исполнительного реле. Здесь такого, к сожалению, нет. Далее я решил разобрать реле, чтобы посмотреть его схемотехнику и характеристику внутреннего исполнительного реле. Ну, сразу видим, что никаких проводников здесь нет силовых. Здесь используются уже шины. Шины, скорее всего, медные, луженые. Шина, она проходит через реле. То есть коммутируется у нас здесь только фаза. Ноль проходит у нас напрямую. Здесь ноль изолирован. Трубка ПВХ, вот видно. В устройстве имеется встроенная варисторная защита от импульсных, коммутационных и атмосферных перенапряжений. Вот он установлен и на нем одета термоусадочка. В принципе, на плате все аккуратно, все чистенько. Следов флюса я не наблюдаю. Исполнительное реле у нас от компании Zubor. Уже не Airbus, а Zubor. С номинальным током 80 А. Я напомню, что заявлен номинальный ток 63 А. Но также допускается нагружать реле током 80 А в течение 10 минут. Соответственно, здесь и установлено реле на 80 А. Эти все значения указаны для чисто активной нагрузки. Для коммутации активной-реактивной нагрузки, соответственно, эти токи будут чуть меньше. Ну и катушка на 24 В постоянного тока. Ну и реле у нас используется поляризованное, как, собственно, и у всех современных реле. Оно не потребляет ток в состоянии покоя, а только непосредственно в момент коммутации. А значит, в рабочем состоянии реле имеет минимум собственного потребления. Ну, коль реле имеет такие немалые токи, то интересно будет и проверить нагрев. И первым делом мы проверим нагрев реле при токе, ну, при его номинальном токе 63 А. Для этого мне немножко пришлось здесь разобрать схемку. В общем, я делил силовую часть от контрольной напряженческой цепи. Реле у нас сейчас включено. И через его фазный полюс, через его контакт, мы пропускаем ток 63 А. Подождем некоторое время до установившейся температуры. Прошло 10 минут. Вот, собственно, картинка. Температура максимальная на экране у нас составляет 46 градусов. Вот это корпус нашего исполнительного реле. Ну, здесь понятно, что шины, они тоже имеют некоторую температуру, но из-за отражающей способности температура здесь показана всего 24 градуса. И с другой стороны 47 градусов максимальная температура. Ну, в основном, это как раз-таки и греется корпус исполнительного реле. Плата здесь немножко 37. Температура вполне приемлемая. Не более 50 градусов. А теперь повысим ток до 80 А. Это у нас получается максимальный ток, при котором реле может работать в течение 10 минут. Прошло 10 минут. Ток 80 А. Чтобы посмотреть температуру шинки, я здесь наклеил изоленту, чтобы не было излучения. Теперь шинка у нас горяченькая. Видно ее температуру. То есть 56 градусов. Максимальная температура у нас на экране 62 градуса. С другой стороны у нас 61 градус. Вот она температура, наверное, максимальная. Сама плата, на удивление, не греется печатная. Ну, а теперь, наверное, в самый раз поговорить про термозащиту, о которой я упоминал ранее. Если температура внутри корпуса реле превысит 80 градусов, то произойдет аварийное отключение с записью события в журнале. А на экране будет моргать надпись OVERHEAT, то есть перегрев. Если в это время нажать на кнопку I информация, то на экран выведется текущая температура внутри корпуса. Реле возобновит свою работу при достижении температуры внутри корпуса в 60 градусов. Можно сымитировать эту ситуацию несколькими способами. Прямым, как вот сейчас, увеличив ток еще больше. Либо косвенным, например, с помощью технического фена. Я сначала попробую первый вариант. Посмотрим, сработает защита или нет. Тепловизор у меня показывает максимальную температуру 82 градуса. 84 температура потихоньку растет. Сымитируем по максимуму. Сверху я одел крышку корпуса. Уже 130 ампер я сделал. Пока ничего у нас в роли не отключается. Уже у нас 103 градуса нагрев. Корпус греется уже 95 вот в этом месте. Заплата и, наверное, еще больше. Ну, роли пока у нас не отключается. 130 ампер. Время уже общее, суммарное. Составляет 20 минут практически. Роли у нас работает. Наверное, не нагрелся до температуры 80 градусов. Датчик температуры встроенный. 118 градусов. Плата 60-65. И таким образом сложно сымитировать данную ситуацию. Тем не менее, нужно отдать должное, что при токе 130 ампер реле беспроблематично работает. Не получилось прогреть током. Попробуем с помощью технического фена. Слышали, сработало реле? Давайте дадим ему остыть до 60 градусов. О, видите, все. Какая у нас картинка. Сейчас она немножко остынет. И реле у нас должно продолжить свою работу. Сейчас она вниз экраном находится. Но вот видно, что там моргает авария. То есть, что питание есть. Выскочила надпись OVERHEAT. Реле у нас включилось. И продолжает свою работу с током нагрузки 90 ампер. Замечательно. Если термозащита сработает вот подобным образом в течение 24 часов 5 раз подряд, то реле заблокируется до тех пор, пока температура не снизится также до 60 градусов. И не будет нажата одна из кнопок на реле. При этом надпись OVERHEAT будет уже не мигать, а постоянно гореть. Вот такая вот интересная здесь выполнена защита. И это еще не все. При обрыве или коротком замыкании датчика внутреннего перегрева реле продолжит свою работу. Но при этом высадится на дисплее надпись YERD Проблема с датчиком. Соответственно в этом случае контроля температуры никакого уже не будет. А вот про что я говорил. Вот. Охт. Видите? Вот еще одно. Четвертое событие. То есть вот у нас было два события по перегреву. Ну вот наше реле после всех испытаний. Давайте сейчас проверим. Вот. 480 вольт. Сделаем возврат. Оп. Включилось. Сделаем минимальное напряжение. Тоже сработало. И вернем на 220. Отлично. Можно смело сказать после всех этих жестких испытаний реле сохранило свою работоспособность. В заключении я еще раз повторюсь, что реле достойно выдержало все испытания и пригодно для эксплуатации. Никогда ранее мне не встречались реле с таким обширным функционалом, с такой надежностью, с таким запасом. К тому же напомню, как я и говорил ранее, оно имеет самое быстрое время отключения. То есть самое быстродействующее реле 0,04 секунды. На этом пожалуй все. Вот такое получилось видео про замечательное реле Airbus D2 с номинальным током 63 А. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно спрашивайте в комментариях. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. Ну а также присоединяйтесь в наш чат в Телеграме чат электриков. Там мы ежедневно обсуждаем очень интересные и актуальные темы. Всем спасибо за внимание. Ну а с вами как всегда был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! До новых встреч!